Всем привет! Это космический видеочат в новой студии. Если вам нравится наша новая локация, оставляйте в комментариях к этой трансляции. Если не нравится, то пишите, мы подумаем над этим. И первый гость в нашей новой студии это поэт, музыкант и просто хороший парень Стас Ех. Привет, Стас! Спасибо, а почему ты хороший парень? А почему ты плохой? Я не сказал, что я плохой, я вопрос задал, почему я хороший. Но это мнение как моё, так и наших читателей, судя по их отзывам и комментариям, все... Я постараюсь поддерживать этот имидж, хорошую парень Стас Ех. Ты готов отвечать на вопросы, которые тебя остались считать? Да, конечно. Тогда начнём. Я надеюсь, там творческих планов не будет. Ты знаешь, нет, про творческие планы не так много вопросов, но... Хотя нет, хотели что-то сказать, нет. Погоди, погоди. Начнём, тогда уж если ты не хочешь про творческие планы, сначала в ваших стихах. Все мы знаем, о каких стихах идёт речь. Конечно, это классика. В ваших стихах очень много словечек, пишет Евгения Кротова. Словечек? Словечек. А надо слов, не словцов. Определённых словечек. А, матерных? Да. Да, конечно. Как на них реагирует ваша семья, в частности, ваша знаменитая бабушка? Почему все пути ведут бабушки? Надо сказать, что я рос с бабушкой до шести лет. Я ездил по СССР, тогда меня нельзя было оставить нигде. Поэтому я тоже циркулировал по стране, как бы вёл такой вот аскетический образ жизни. Там была гостиница с крысами, где-то на границах. И вот там как раз матерились все абсолютно. Потому что в тех условиях невозможно было выражать свои чувства иными какими-то эпитетами. И я помню, что бабушка у Кирилла очень красиво, и все музыканты, и академики, и все, кто нам попадался, всегда очень красиво использовали мат в своём лексиконе. И как-то мне так это легло с детства, что для меня единственным критерием это правильно использованное матерное слово. Но никаким образом я себя в этом не ограничиваю. Конечно, если есть люди, которые не поймут этого всего своего, так сказать, слабого развития, то я при них не буду ответить. А стихи для меня это как бы некая такая свободная от цензуры зона, где я могу быть собой. Потому что я не пишу их для продажи, я не пишу их для того, чтобы кого-то поразить или заработать бабла. Это просто некое там вот сиюминутное «я в моменте». Я в моменте разный бывает слышал. Как как угодно. А бабушка, не знаю, я не знаю, читал ли она вообще. Нет ответа на этот вопрос. Не уверен. Людмила Федоренко пишет. У каждой в жизни бывают моменты, когда устаешь морально, эмоционально, чувствуешь себя опустошённо. Это прямо сейчас? Прям сейчас, да. Абсолютно. Вот именно сегодня. И есть ли тогда у тебя особенное место своё, где ты перезагружаешься? Сегодня. На самом деле, когда ты очень сильно устаёшь физически, это не страшно. Страшно, когда ты всё это переживаешь на психологическом уровне. Мне кажется, ты начнёшь драматизировать кожу, я убираю, сердце, ткань, ногу, выстрела, врач, что мне съесть. Главное моё отношение к моему, к моему усталости. Я там за 10 дней, 14 городов проехал, по полтора часа спал. Там это и Якутия была, Бурятия и так далее. Всё-таки далёкие места, не с другими часами поясами. И сегодня мне хочется вот прям, вот внутри меня что-то, маленький ребёнок капризный, хочется жаловаться, что я убираю, я столько отработал, я не спал ни хрена две недели, я плохо ел, я там траляля сорвал голос. Я прекрасно понимаю, что завтра может быть всё по-другому, а если сегодня нажалуюсь, то мне потом расклёбывать эти последствия в течение долгого времени. И мне очень важно просто выходить в свет, как говорят американцы, out of box. Если бомж смотрит в свою коробку, там ничего кроме плохого запаха и вот этого всего нет. А когда он открывает коробку, он видит неё. Поэтому мне очень важно общаться с людьми, опять же, отвечать на вопросы. Учитывать интересы других, перестать думать о себе. Ну вот это же наоборот, многие спешат уединиться, а ты... Ни в коем случае, а любая изоляция для меня, она как бы смерти подобна. Поэтому я вот сегодня с вами и дальше продолжаю активно коммуницировать сегодня, потому что завтра можно по счёту увидеть, если мы сегодня должны быть на салоне. Елена Иванцова спрашивает, Стас, какую книгу ты сейчас читаешь? Такой вопрос, удар ниже пояса. Не читаю, да, некоторое время не читаю. Потому что, ну как-то мы сейчас так устаём, и столько положеников разных у меня появилось по работе и по разным проектам, что я не успеваю читать книги. Вот я успеваю писать много всего разного, там, начиная от текстов, там каких-то рекламных текстов, музыкальных, до самоанализа, вот, и так далее, и так далее. Но читать у меня, честно, не влезает вообще. Да. Не могу, не читаю. Скоро начну, у меня лежит книжка. Вот спрашивают, Станислав, выспался ли ты наконец? Нет, как мы уже поняли. Я уже сказал, что на конец выспался, но пока что этого мало. На худой конец пока что нет. Очень много вопросов, даже не то, что вопросов, а комплиментов твоей песни не хватает. А откуда они знают, простите, откуда вы знаете эту песню? Вот вопрос от Стаса. Откуда вы знаете эту песню, как выяснилось, люди знают эту песню. Да, и спрашивают, довольны ты реакции публики на нее? Да, мне кажется, что когда песня неизвестная раскачивает так сильно народ, это уже хороший знак. Потому что мы первый раз ее везде, на всех площадках мы работали ее первый раз. И первый раз сразу имели такой хороший откат плотный. Я очень доволен реакцией, я думаю, что песня пойдет хорошо. Но я не уверен, что те прежние радиостанции, которые меня играли, будут так же активно ее играть. Может быть, сменится пул радиостанции и вообще слушайте вот эту песню, не знаю. Но я так понимаю, ты сейчас находишься на творческом перекрестке? Я много лет как бы не позволял себе выпускать свои песни, потому что они у меня там бандероковые и так далее. Вот сейчас мне какая-то ступенька нужна как бы туда, к своим песням. А вот эта песня как раз ступенька некая. Это испанская инди-поп-банд группа, вот это их музло, которое мы просто переначали. И я написал русский песня. И, соответственно, спрашивают, когда будут клипа на песню «Не хватает» и аллегория. Но клип на песню «Не хватает» он в процессе монтажа, и буквально там, я думаю, в течение недели-полторы, двух максимум должен как-то собраться. Мне просто показалось, что там не хватает, в этой песне не хватает, не хватает некоторых крупных планов моего лица. Там очень много движухи, но вот чуть-чуть не хватает там меня. Сейчас будет вопрос, который точно поднимет тебе настроение и точно понравится. Вы многогранная личность, талантливый музыкант, восхитительный пример, смелый поэт, меценат и много других известных сторон. После этого хочется долго оправдываться. Ну почему? Я начала с того, что ты хороший парень. Кредит доверия такой, да, мне выдуман, что мне как-то надо его оправдать, и мне кажется, мне эфира все равно не хватит. Подождите, мы не дошли до вопроса. Да. Вопрос следующий. Так. Какие у вас учителя, к кому вы берете предмет в той или иной сфере? Чертва этих представителей не находите поддержку. Это очень круто, потому что учителя у меня вообще каждый день новые появляются, потому что если верить теории мироздания и бытия, то Бог с нами через людей разговаривает. Если их слушать по-настоящему, не просто им пытаться всунуть какую-то свою инфу и быстренько убежать, а просто слушать, что они тебе говорят, то, как правило, очень много интересного все люди рассказывают, и очень много всего ложится. И не только это про музыку, это про жизнь, в принципе. Я просто в последнее время стараюсь слушать истории людей, которые они мне рассказывают, слушать их эмоции, а не пытаться думать, как я сейчас раскубаторю свою тему, им впарю, получу выгоду и убегу. И у меня учителей сейчас учат. То есть совершенно неизвестно, кто тебя чему научит и где. Ты говоришь просто о людях, которые окружаются? Вообще, я приезжаю в разные города, я там общаюсь с разными людьми, я хожу в какие-то там, не знаю, новые компании. Я всех стараюсь слушать в последнее время. Понятно, что если я слушаю, то я получаю. Если я пытаюсь что-то свое рассказать, то я, как правило, ничего не имею. Но если брать какие-то там старые истории, да, конечно, там много музыкантов было, которых я с детства слушал, там мама в детстве Стинга слушала, Стиви Ваннера, Джордж Бенсон, там, Питер Гебриел, там, я помню. И все это играло у меня там с раннего детства. Потом был какой-то панк-рок жесткий, там, Exploited, потом ужасно, я не могу говорить, сейчас девочки расстроятся, там, Генни Балкор в Сцере, Бралтекс, Сепультура и так далее. Я очень долго Сатанинскую всякую грене слушал, но я православный человек, честно. Сейчас девочки записывают, вместо того, чтобы расстраиваться. Ну да, и на самом деле очень много учителей у меня было как-то, но вот сейчас самое главное, я говорю, что у меня каждый день что-то, я вот кого-то узнаю про себя же самого. Мне человек рассказывает свою историю, а я слышу, что это про меня. Поэтому учителя, они кругом. Веришь ли ты в переселение людей? Инкармация, это как-то, ну, стоит все. Мне кажется, очень в тему вопрос, как раз я выбрала после этого твоего ответа. Нет, но это ответ скорее такой, как бы он был очевидный, а здесь верю ли я. Я вообще, то есть, я не слонен во что-либо верить. Ну, ты мести в натуре. Я, как правило, все отрицаю. Моя натура такая, да, но мне почему-то верится, что после жизни обязательно есть продолжение, потому что это процесс, мы не можем закончиться. Все, что вокруг нас, Вселенная, это все бесконечное, как и мы. Просто мы разную форму поминаем. То, что я там в комара превращусь, я в это не хочу верить. Я не знаю, или во что-то еще. Кого ты хочешь взять? Да я ни в кого не хочу, я хочу просто, чтобы мне хорошо было. Всегда. Аленка Алимова поздравляет тебя с прошедшим днем Рождества. Аленка Алимова, Одесса. Йоу. Як с двою. Спрашивает про подарок, который ты получил в этом году. От Аленки Алимовой или просто про подарок? А какой оригинальный подарок ты получил на день рождения? Очень странный подарок, но прикольный арбалет. Мне подарили, я не знаю, я пошел в Чек-Мир и не склонен к насилию. Но теперь у меня есть арбалет, который дерево насквозь простреливает. Я вот не знаю, как с этим быть. А ты заказывал такой подарок? Нет, не заказывал. Я вообще мечтаю об инструменте таком, летающая тарелка, которая звук интересный издает. Если что, вдруг кто-то соберется мне подарить, то именно этот инструмент. Но вот сейчас думаю, куда применить арбалет. Надо же как-то оправдать это ожидание. Ты можешь использовать его на сцене в качестве элемента счета. В тех, кто мало хлопает, не старается. Арбалет, да? Нет, я так не могу. Для всех, которые не говорили, что заплатили деньги, потратили время свое. Я, кстати, сейчас учил людей хлопать. Я приезжал в такие маленькие города, где не особо часто бывают артисты. Там шахтеры и шахты прямо там же. И вот люди, они не хлопают. Я говорю, вот раз-два, они раз-два и не узрали. Я говорю, раз-два, три, четыре, пять, два. А мне вчера, я чуваку рассказал, он говорит, слушай, так они, наверное, до сих пор вот так ходят. Не знаем, кто это был, но он нас научил делать вот так клево. Кто это был, не знаю. Они меня трогали, я говорю, с наспехой? Я говорю, ну да. Нет, трогайте, нет. Это как-то на ощупь дали люди, идентифицируя сверстные деньги. А кто они думали, если это не Стас Пьехов, то кто же? Ну, Стас Пьехов, в их понимании, это совсем тот другой. То есть есть некая концепция Стас Пьехи, наверное, и это не я. К счастью, к сожалению. Ой, опять пошли комплименты. Вы в прекрасной форме, вы талантливый певец. Ну, скажи, любишь ты комплименты или стесняешься, смущаешься? Да нет, я в последнее время как-то научился не стесняться, не смущаться и не сразу же не двоять на себя гадости, как это было раньше. Если людям хочется мне сказать приятное, то я с радостью это принимаю. Но, конечно, не все на свой счет принимаю. Но мне нравится, что есть такой порыв у людей, значит, что-то хорошее я с собой не творю. А ты часто комплименты раздаешь? Нет, очень детально. Почему? Вы не нравились? Я не научился. Не стесняешься? Учусь. Это тоже искусство. Причем комплимент должен быть как бы оправданным или пустым, когда с каким-то стержнем. То есть нельзя сказать, что человеку с страшным большим носом, что у него красивый нос. Он подумает, что ты и подшумчиваешься. Он подумает, что это такой очень черный юмор болезненный. Поэтому я стараюсь как-то найти, за что похвалить. И на самом деле часто есть, за что хвалить людей. Я учусь. Да. Елена Александровна, которая, видимо, вопрос с намеком. Как вы выбираете актрису себе в клипах? Мне очень... Ну, во-первых, есть тематика песни, есть некая концепция общая. И, как правило, всегда у меня есть в этой концепции определенный образ девушки, которая бы туда легла. Во-вторых, у меня личные критерии есть. Я очень люблю натуральных девушек. С натуральным цветом волос. С естественной красотой. С формами. Не очень худых. Прям совсем, чтобы... Вот такие, знаете, генеральская дочь. Хорошая отличница, но... Которая может себе позволить, так сказать, сходить в ночной клуб. Ну, такой фетиш у меня. Но, на самом деле, как бы, каждая песня – это новый образ, это новая женщина, новая девушка, новая красота. А ты прям всегда можешь отличить, натуральная девушка или нет? Знаешь, очень многие девушки так себя апгрейтят деликатно. Да, нет, я не о том, что, как бы, там, какие-то тонкости. Вот. Конкретно совершенно, когда огромные губы, там, огромное сделано, губы, там, и так далее, и так далее. Вот это все я вижу, конечно. Меняйте мне. Но это не мое. Кому это нравится? Я сейчас там никого оскорбить не хочу. Я, конечно, на вкус и след. У меня такой детский образ. В общем, Ильяна, если у вас огромные губы, то... Нет, от природы есть? Пожалуйста. Только если от природы. И вопрос, который, видимо, вдохновлен вот разговором Амплимента. Да. Какой, каким ты сам себя видишь? Я сам себя вижу? Да. Какой ты наедине с собой? Я долго думал, какой я. У меня были какие-то разные ответы на этот вопрос. Кто-то очень хороший, добрый, веселый, там, саркастичный, интеллектный. Там, злой, там, ленивый. И так. Потом я понял, в какой-то момент, что я разный. Я могу быть сегодня такой, завтра такой. Вот. Я не могу сказать, какой я конкретно. Я могу сказать, что я стремящийся быть лучше. Это точно абсолютно. Вот. Но я бываю... Лучше или лучше? Я бываю... Быть лучше, чем я есть. Я бываю абсолютно разным. То есть я могу быть сегодня добрый, завтра злой и так далее. Но это все не обо мне. Это как-то там, скорее, какие-то процессы внутри меня происходят. Вот. На самом деле, мне кажется, я рожден очень там хорошим, добрым, таким энергичным ребенком, да? Который там прожил мне определенную жизнь, которую наложил на меня отпечаток. Вот. Сейчас я пытаюсь вернуться туда, к тому, кем я должен. Вот. Собылась ли мечта всей твоей жизни, спрашивает Алина Кова. Ну, во-первых, у меня не было мечты всей моей жизни. Вот. У меня на определенных этапах разные такие. Ну, вот маленькие. По чем? Желания, фантазии. Когда я был совсем маленьким, у меня было, помню, две фантазии и мечты. Значит, я очень хотел быть мужем. Вот. Мне прям снилась жена в ночной рубашке почему-то. Это мне такая фантазия была. Одновременно и сексуальная, как бы, и по жизни. Вот. И мне очень хотелось летать. Не важно на чем. Ну, я, в общем-то, стал летчиком в какой-то мере. Я там два года летал на Я-52-м. Вот. Спортивный пилотаж. И я был мужем. Вот. Так что да. Гештальт. Какое твое любимое хобби? Нелюбимое хобби? Странно, да. Если выбирать нелюбимое хобби, то что это за жизнь вообще? Какое твое хобби? Мое хобби, блин, это очень сложно, я не знаю. Мне очень нравится, как бы, делиться своим опытом, что ли, я не знаю, жизненным, с людьми, которым это необходимо, скажем так. Вот. Потому что я сейчас, ну, некоторым образом, там, да, связан с наркологией. Вот. И очень много я, там, по центрам, по реабилитационным вещам и так далее, да, общаюсь с людьми, которые открывали эти центры, там, непосредственно с зависимыми ребятами, кто страдает от этой болезни. Вот. И делюсь своим опытом, как бы, там, как я проживал когда-то разные ситуации жизненные, там, как я выбирал себе разных проблем, как у меня тоже были проблемы, там, да, разного характера. И для меня это, наверное, самое ценное на сегодня, что я могу этим делиться. А какой самый ценный совет ты получал? Спрашивай, поговорить, получал. Какой самый ценный совет я получал, я вообще не знаю, я советы не люблю, я вот именно люблю, когда, как бы, ну, вот я что-то слышу просто. А советы, как правило, это некая манипуляция, мне кажется. Может быть, какое-то высказывание, которое тебе вызовало? Вообще, мне очень нравится вот эта фраза, да, что бесполезно делать одни и те же действия с надеждой на разный результат. Вот. Это, в принципе, одни и те же грабли, которые прилетают в одну. Мне кажется, что сейчас они, наверное, вот все-таки, там, куда-то за плечо уйдут. Это вот потрясающая фраза, которая всегда меня мотивирует, да, выступать по-новому. Стас, ты красавец, очаровашка. Ну, я не могу просто не читать. Потому что люди же это пишут. Не-не-не-не. С тем, чтобы ты знал, что они о тебе думают. Спасибо. Где предпочитаешь отдыхать, страны или острова? Ну, имеется в виду и страны, и острова. Не знаю, я вот раньше, мне очень нравился Индийский океан и острова. Там Малитий, Сушелы, Мальдивы и так далее. Вот. Но сейчас как-то я больше проникаться стал в Россию. Удивительно. Ну, Россия большая. Расскажи. Вот я сейчас, ну, вот за Байкалью мы проехали. Вот какая-то красота, от которой дух просто захватывает. Хочется молчать вообще. Ничего не фотографировать, не говорить. Просто ходить и смотреть, да, и вот запоминать это, чтобы это осталось какой-то бегущей лентой в голове. Потому что, блин, у нас такой ресурс в стране, а мы почему-то все ломимся. Вот это там Европа. Там же нифига нет вообще. Ну, почему? Везде что-то нет. Ну, там, вот если взять нашу страну и разобрать на какие-то маленькие сегменты, то это будет Европа. Вот. А у нас есть все, по большому счету. Если абстрагироваться там от ментальности, которая может кому-то не нравиться, где-то что-то там, вот, то надо просто брать и ехать, и смотреть. И мне кажется, что всей жизни не хватит, чтобы изучить там все ресурсы, все там, так сказать, необъяты нашу страну. И мне почему-то сейчас хочется там поехать в какой-нибудь там Байкальский тур. Вчера мы говорили, что там есть туры, на китобойных маленьких мотках, да, вот, с чуть-чуть чем-то там. Короче, столько есть всего в нашей стране, мне бы сейчас хотелось куда-нибудь поехать. Но, конечно, когда я там устаю, то мне хочется поехать вечером возле моря, вот. И чтобы там не было русских, чтобы никто там не подошел, допустим, с предложением селфи, когда я там лежу в полуобнаженном виде и уставший. Только когда еще делал селфи, если он в полуобнаженном виде? В самый лучший момент. Если это как бы запланированный полуобнаженный вид, да, вот, то да. Поэтому все-таки острова в таком случае подходят очень. Да, далекие, красивые, экзотичные острова, где ты один, океан, небо, рыба. Самый милый, наверное, вопрос сегодняшней радиации, правда ли, что вы любите ромашки? Да. У меня даже в туалете висит картина «Ромашковая поля». Она вдохновляет меня. Именно там. Вот. И вообще как-то ромашки у меня ассоциируются с детством с хутором в Латвии. Там был хутор у моей прабабушки Эрики Карловны в Царстве Небесное. И там ромашковое поле было большое. Вот. Это какое-то такое что-то безмятежное, что-то не обремененное никакими проблемами, перспективами, тошным в будущем. Просто вот такое счастливое настоящее. Если вы собираетесь на концерт со спиной... Мне дарили уже много. Дарили ромашки. Большие пакеты ромашковые. И это очень не затратно, кстати. А сорвать? Своими руками ведь это очень важно. Вообще можно не тратиться. Да. Сейчас будет вопрос серьезный. И как раз наконец-то про творческие планы. Ну вот уже можно. Я немножко разговорился. Кто он слушатель твоей новой музыки? Это круто очень. Это крутой вопрос. Я сам не знаю, кто он. Или она. Или она. Мне, в принципе, не так важно конкретно, как он выглядит, сколько ему лет. Мне важно, чтобы это был человек ближе мышления ко мне. Потому что там тот разрыв между эстрадной музыкой и моей личностью, пропасть какая-то, диссонанс когнитивный, лютый. Я хочу его сократить максимально. Потому что тот, кто я есть, это какая-то другая музыка. Совсем это другие тексты, это другие мысли. И этот зритель, он может быть кем угодно. Он может быть двадцатилетней девочкой. Он может быть сорокалетним товарищем. Который учится обладать. Не знаю. Но вряд ли. Потому что у нас совершенно разный жизненный опыт. Но кем угодно мы можем абсолютно. Просто к человеку, который ближе мне, по натуре, ближе к тому, кем я являюсь настоящей жизнью. И чтобы мне не приходилось быть двумя разными людьми. Мне хочется упростить свою жизнь до одного. Какую сферу деятельности посоветуете своим детям? Пойти по вашим стопам или что ты? Нет, я не хочу советовать ей. Мне кажется, какой-то базой им дать музыке в спорте и дать им выбор. Мне однажды один такой очень опросветленный друг мне сказал, что я так долго парился, чтобы дочери выбрать Оксфорд, Гарвард, может быть Беркли. Я не спал ночами. Я в палубодержимость. Я так хотел не лучшего. Я парился, парился, а потом позвонил своему американскому другу, профессор. Он говорит, ты знаешь, я не знаю, как лучше ей, может быть, все-таки Беркли, Оксфорд, Гарвард или... Он говорит, слушай, а ты ее спрашивал? Я говорю, нет. Это же эгоизм, в чистом виде. Ты хочешь, чтобы она жила какую-то твою жизнь, твой сценарий. Спроси ее, сколько ей лет? Он спросил, она сама любила. Поэтому мне кажется, что я буду предоставлять ребенку. А дать базу, ну вот, спорт, музыка, спорт, музыка, да. Вот, как раз еще один вопрос. Дети Стаса приедут. Отвольщики в плане. Да. В небрачном виде. Шучу, да. Продолжай. Немножко такого мейнстрима потом. Ну, зато мы не брем, мы действительно в прямом эфире. У нас ведь всякое не смещается. Звонки, смс. Всякое случается. На этих словах. Слушай, я думаю, наши рейтинги взлетят тогда. Ну, ну, не пойду. Не надо. С кем бы ты хотел спеть в дуэте? Почему-то очень рекомендуют певицу Валерию. Или, может быть, ты певешь? Удивительно. Мы, кстати, с ней две песни спередуем. Ну, вот, хотят видеть еще. Короче, у меня сейчас есть песня. Вот. У меня есть песня «Алегории». Кто-то ходил на концерты, тот знает, да. И, как бы, вот, как некое продолжение этой песни, там, мой друг написал, как бы, там, песню «Америка», как называется. В ней даже какая-то злободневность есть некая. И такая романтика, и какая-то, вот, правда жизни, там, без, там, как будто, там, няшности, мимишности и без трагедии, да, вот. Вот. Мне очень нравится эта песня. И я почему-то, вот, когда мне ее предложили, я увидел, там, Наргиз. Вот. Потому что нужна какая-то такая, вот, инди-рок барышня. Вот. И у нас, в принципе, нет инди-рока. У нас либо рок, либо поп. То есть, так, у нас, как бы, очень все конкретно в России. Наргиз – это участница шоу «Голос». Да. Очень такая эксцентричная дама, настоящая роковая. Ну, вот, мне кажется, что она, вот, именно, больше всего подходит под инди-роковую женщину какую-то. Потому что она многогранна в своем вокале, как бы, да, в своем проявлении. Вот. И мне именно такую девушку хочется вот в эту песню затянуть вместе с собой. Вот. Ты уже и сообщался? Ну, я вот уже с Максом Фадеевым, как бы, пообщался просто там заочно. Хочу сейчас немножко отоспаться, там, собрать эту демо-версию, вот, приехать и послушать. А про Полину Гагарину я еще спрашиваю. Хотел бы поработать с Полиной. Мне очень нравится, вообще, что стало с Полиной Гагариной за последние годы. Это прям такое цветение глобальное, как бы, все ее, так сказать, эти долгие пути. К Славе они себя оправдали. И я очень за нее счастлив. Пока что таких мыслей не было. Просто их не было и все. Вот. Может быть, там, не знаю. Я буду рад. Странный комментарий. Время летит. Помню его маленький. Кто это мог нам написать в чат? Если мне 36, значит, этому кому-то, ну, типа, 50. Вот такой у вас чат разнообразный. Напишите нам, в каких обстоятельствах вы помните, Стаса. Самая настоящая, которую уже не один раз написали, поэтому я его все-таки задам, хотя несколько странный. Как ты относишься к тому, что твои поклонники ставят твои изображения на свои аватарки? А, в плане в интернете? Да. Ну, вместо своей фотографии. Ну, мне, честно говоря, не очень нравится, когда вообще кто-либо на аватарку ставит не себя. Только потому, что я не могу идентифицировать этого человека. Может, я хотел бы зайти, посмотреть. Если я вижу себя на чужой аватарке, я туда не пойду. Или там я вижу собачку на аватарке. То же самое, что себя. Или роман. Ну, как-то кажется, что, как бы, человек себя не любит, да? В общем, если вы хотите, чтобы Стаскеха заинтересовалась ваша страничка... Нет, у меня есть там, типа, официальная страница там, да, Стаса Пехи. Официальная фан-страница, официальная из там какой-то еще. Вот, там, понятное дело, что там может быть мое лицо, потому что это обо мне страница. Но если это какой-то один человек, у которого стоит мое лицо, то у меня возникает... Ну, просто считать, что твое лицо привлекательнее, чем его лицо. Ну, это неправда. Всякое лицо привлекательнее. И мне хотелось бы посмотреть на его лицо, на его лицо. А что бы ты предложил попробовать сделать каждому человеку? Вау! Блин, я не могу ничего предлагать. Потому что то, что делал я, не всегда было хорошо. Вот. Что бы ни помню. Я не знаю. Это очень сложный вопрос. Очень. А что бы ты рекомендовал никогда не делать никому в жизни? Тоже не могу такого сказать. Потому что вот, блин, если бы я не прошел все то, что я прошел, я бы как-то не пришел к тому, к чему я сейчас пришел, а я счастлив идти той дороги, да? Поэтому... Ну, вот сделать... Что сделать? Что сделать? Что сделать? Блин, вот я недавно читал про собаку. Там, когда собаку привезли усыплять, и маленький мальчик... Какая-то история, я не знаю, правда это или нет, но она, в общем, такая красочная. Вот. Ее усыпляли собаку, и там, как бы, прям при маленьком мальчике. Просили, чтобы здесь была полностью вся семья, и настояли, чтобы был мальчик. И он так спокойно это смотрел, и там, ни слезы не уронил. И когда уже там ее усыпили, говорит, почему ты так спокойно реагировал, что она вот умерла? Он говорит, ну, потому что пришел ее срок. Собаки живут мало. А почему, говорит, люди живут так долго, а собаки живут так мало, говорит? Ну, потому что, говорит, собаки, говорит, а людям, говорит, их задача научиться любить. Поэтому им так много времени дается. А собаки, они, говорит, уже умеют любить сразу. Поэтому они живут так мало, потому что им не надо учиться. Это что-то, по сказке? Нет, это какая-то вот якобы правдивая история, я не читал, я не знаю. Вот, и мне кажется, что, как бы, ну вот, наверное, любить, да? Попробовать полюбить никого по-настоящему. А любить, по-настоящему, это там ничего не ждать и не требовать у человека, да? Это вот первое условие. У нас нет ожиданий и нет требований. Просто любить, ни за что. Вот, попробовать вот так. Ну, ты считаешь, ты умеешь любить? Я учусь. Как-то собаку я еще не умею. Ну, пока, значит, тебе и не успевают. Да. Только если сам себя. Сколько бы ты хотел завести детей? Завести. Заводные дети. Вот. Я не знаю. У меня нет планов заводить детей. У меня есть один ребенок, я его очень редко вижу. Он пока что живет в другом городе. Вот. Я надеюсь, что скоро он переедет в Москву. Я буду чаще его видеть. Вот. Пока у меня нет планов заводить еще. Как ты думаешь, ты везучил? Кто-то говорит, что да. Ну, а ты как думаешь? Я думаю, что очень сбалансировано все в моей жизни. Где-то меня везет, а где-то меня прям полный шлемазный. Шлемазный лузер по ивритику. Не, я не ивритик. У меня очень какой-то баланс есть. У меня может прям повезти и повезти, а потом такой фокад полный. По всем сферам. В чем у тебя последний раз был фокад? Что ты прям молодого баланса? Блин, у меня были просто периоды жизни, когда все рушило. Вся жизнь очень личная и рабочая сфера и здоровье. Все вообще рушило. Я там лежал в больнице и понимал, что в моей жизни нет уже ничего. Потом, через какое-то время у меня вдруг раз, все. Собралось, пошло и поехало. Вот. У меня как-то вот так вот вся жизнь. Такая парабола. Сильный очень диапазон раскачивания. Ну, я думаю, у многих творческих. На самом деле. Какие происходят металлы? Творческие, не творческие. Я какой-то период не творческий. Вот сейчас только не особо творческий. Просто хочется что-то делать, делать и делать. Кошки или собаки? Интересует себя лично. Я не знаю. Мне как-то в последнее время все животные нравятся. Привык. Они же животные. Ничего плохого. Не думают потом. Не могут. Надо говорить громче. Я знаю. Я просто не привык говорить громко. Мы будем говорить громко. Да. Говори громко. Пожелания для поклонников. Мои пожелания для поклонников. Ну, мы уже поняли, что ты всем желаешь. Настоящие. Что еще? Ну, да. Ну, любить. Ну, как бы я говорю. Любить. Это значит ничего не ждать. Просто любить. Ни за что. Вот. Заботиться и так далее. А какие-то желания. Какие-то желания. Господи. Ну, наверное, просто мы часто из жизни пытаемся сделать некий квест. Нам кажется, что жизнь это что-то сложное. И чтобы получить какую-то определенную награду и прийти к цели, надо пройти нереальные лабиринты какие-то. И вот только тогда я буду достоин этой цели. Вот. А как выясняется, чем проще мой путь, тем, как бы, тем, вернее я иду к цели, тем больше я получу. То есть не надо ничего усложнять. Все очень просто, на самом деле. Вот. Проще, чем нам кажется. Но мы, как бы, как люди. Такие, так сказать. Думающие. Нам, собственно, все усложнять. Не усложняйте, пожалуйста. Вот. Поверьте мне, что все очень просто. Вот. Если что-то, как бы, у нас получается, слава Богу, если нет, то на все воле Божье, значит так надо. Значит еще получится. А может не получится, получится что-то более хорошее. Не надо впадать в отчаяние ни в коем случае. Все просто, на самом деле. Да. Я думаю, что Стас знает, о чем он говорит, потому что мы уже касались потемных взлетов и падений. Да. Так что в этом вопросе можно доверять. Вы начали разговор с твоих гастролей по России. А вот люди интересуются, когда ты отправишься на Запад и устроишь тур по Европе. Ну это, не знаю, там есть у меня такая востребованность, чтобы тур по Европе устроить. Да, вот пишут твои поклонники в Голландии, в Германии. Ну вот по Германии у нас двух тур, там последний. Он был давно и с тех пор как-то мы туда не ездили. Может быть еще не пришло время, может быть надо какой-то там некий творческий виток новый запустить, там песни не хватает, клип, там еще одну песню. Чтобы как бы подтянулось публику. Потому что если артиста ничего нового там не делает, то крайне редко он много лет вызывает там одинаковый резонанс. Поэтому у меня сейчас наверное больше уходит сил как бы и внутренних каких-то там моих ресурсов на то, чтобы немножко переобуться по стилю, там чуть-чуть как-то новый материал какой-то запустить, привлечь новый публику, потом поехать уже по Европе. А может быть мы вообще по этим прокачаем так Европу, чтобы нам они горят, как Даня. А может быть и Америка? А может быть и Мексику, я не знаю. Если бы у тебя был шанс познакомиться с кем-либо из великих людей, кто бы это был? Давай, чтобы было совсем интересно, можно даже и мертвым. Мертвым? Да. Можешь даже троим назвать. Но первый великий человек был бы мой дед. Я потому что с ним так и не познакомился. Он очень рано ушел в Александр Проминьевский, который создал ансамбль «Дружба», там был первым продюсером в СССР. Такую певицу как и Дед Пьеха нашел и сделал певицы, как бы он научил петь и так далее. Я бы очень хотел с ним пообщаться, узнать все про него. Это, наверное, было бы Александр Проминьевский. Это точно. А второй человек... Ну, может, он вполне... Я даже не знаю, может быть. Ну, не знаю, может, любимый поэт какой-то? Какой он, скорее, был? Ну, Бродский, наверное. Бродский или Кумилев, я не знаю. Просто так как я пишу, мне было бы интересно поговорить там, что-то узнать о том, как он это делает, почему, в какие моменты и так далее. Какие-то технические вопросы, задания. И у меня, в принципе, есть такая совершенно оформленная мечта, которая уже частично виртуально состоялась. Я получил автограф на портрете, на бальфонке. Вот, все было круто, но мы так и не встретились из-за моего гастрольного графика и из-за его гастрольного графика. Это стирка. Я прям завидую тебя. Да, я очень хотел, потому что это очень... Для меня это некий такой симбиоз всех жанров. Это человек вне, как бы, определенных каких-то истористических рамок там и так далее. Это просто человек музыки. А представляешь, хотел бы с этим со всеми работать? Да, очень хотел. Мне кажется, почему-то, что у вас бы очень не получился такой гармоничный вариант. Я не знаю, я смотрю, но хотел бы с этим со мной поработать. Плюс он уже достаточно взрослый дядя. Мне кажется, он устал от всего этого группы. Выглядит он вполне себе. Я имею в виду, что просто устаешь, когда вот такой огромный творческий путь как-то уже потом все сужается. Убираешь какое-то себе линию определенное. У тебя вот есть на это силы только какие-то внутренние ресурсы. А на все остальное уже крайне редко возникает желание. А с другой стороны, когда ты любимым делом занимаешься, разве можно устать? Да, конечно. Но просто оно как-то модернизируется иначе совсем. Устаешь от всего. От жизни устаешь. От бесконечных переездов, от перелетов, от музыки. Потому что нот всего. Ну, плюс черный плаш еще. Хотел бы ты сыграть в кино? И с кем? Ну и кого? Да, я бы хотел, наверное, когда-нибудь сыграть в кино. Но не в комедии, не в сериале и не в каком-то жестком мейнстриме, который вот таким по четким законам жанру не строит. Может быть, и Вуди Алина связь. Ты бы играл злодея или положил злодея? Я бы хотел играть в человека, как бы, такого вот обычного, который имеет и плохие стороны, и хорошие. Вот как вот есть фильм «Краста по-американски». Мне кажется, там вот в плане героев потрясающие все. Все чокнутые, во всех есть что-то хорошее, всех жалко, в то же время все какие-то местами совершенно отвратительные. Но это все про нас, как бы. Ну и в жизни люди такие. Да. Вот «Краста по-американски» в плане героев, как бы, это мой любимый фильм. Потому что можно к ним плохо относиться, можно и хорошо, но это просто правда чистейшее про американское общество и так далее. Не то чтобы сериал, где плохой, вот хороший, вот сука мужа увела, а вот детственница святая. Ну и так далее. Тут как бы все вот по-настоящему. Я бы какого-нибудь настоящего человека хотел сыграть со своими проблемами, со своими хорошими, качественными, с какой-то жесткой шизой, я не знаю, с каким-то отхладением может быть. Все что угодно. Может быть нас смотрят сейчас какие-нибудь продюсеры, киношники? Фрика могу сыграть. А человек готов сыграть ШД. Фрика могу сыграть. Опыт есть. Очень много вопросов про альбом. Все ждут этого альбома. Не оригинальный вопрос, но можно будет. Я просто боюсь какие-то прогнозы давать, потому что песен не так много новых. Ну дай бог там, скажем, пять есть и четыре в разработке. Соответственно, я думаю, что не раньше, чем через год. Время быстро будет, не расстраивайтесь. Давайте лучше скажем так, что у меня есть клип, практически готовый на песню не хватает. Уже готовый клип на песню «Аллегории». Я хочу снимать клип на песню «Америка». Я хочу снимать клип на песню «Глубина». Поэтому очень много всего будет интересного по моим альбомам. Очень модно сейчас выпускать визуальные альбомы. Вот Бьём создала этот тренд, когда ты из клипов делаешь фильм. Надо вообще сделать, мне кажется, какую-то некую общую историю из всех клипов. Да, да. Потому что, допустим, клип «Алегории» и клип на песню «Америку», я хочу, чтобы вы это помните, такой секунд. Ну, двухсерийная история, чтобы это было. Ну, видишь, я тебе сейчас дала идею. Ты видишь, как Бьёнс. Нет, я буду не как Бьёнс, потому что я сделаю вообще какую-то общую идею. Это будет некая история, такая переходящая из одной в другую. Мне кажется, такое стоит. И вообще, я хочу назвать альбом «Алегории», потому что у меня сейчас будет программа «Алегория» называться. Мне кажется, это название, которое дает очень много почвы для фантазии. «Алегория» Остаётся ли время у тебя на спорт? Я же фанатик. Если я что-то делаю, то делаю фанатично. Вот я, допустим, не выиспался, там, не поел, всё, болит. Я все равно встаю, даже в гостинице, у меня начинается спор. Зарядка, обязательно надо какой-то рекорд поставить. Какой последний поставил рекорд? Я в последнее время стараюсь не стать рекордом. Но не знаю, я только бы стал делать 60 кг. Раньше это было меньше. Кому-то не хватает сил выпасть из кровати? Иногда и с кровати не хватает сил выпасть. Когда я выпадаю, чищу зубы и привожу себя в порядок, иногда я беру гантели по 30 кг каждый и делаю выпады. Это достаточно тяжело. Слабо на Евровидении? Нет, не слабо, не хочу. Почему? Мой формат. Мне не нравится формат Евровидения, хотя мне нравятся некоторые. А ты смотришь конкурс, следишь? Ну, я не смотрел его в этом году полностью. Я смотрел отдельных участников. И мне там какие-то и мои истории понравились. Если что, то что бы ты хотел изменить в своей жизни? Изменить в моей жизни? Ну, не знаю, мне кажется, она и так меняется потихонечку. Я бы просто очень не хотел, чтобы что-то менялось. Мне нравится то, что все меняется как-то само. Я бы точно не хотел, чтобы сейчас какой-то откат назад произошел. Мне хочется постоянно меняться. Поэтому я не хочу сейчас ничего. Мне нравится то, что происходит. Ну, как вы поняли, ты уже меняешься? Ну, да. Я потихонечку меняюсь в том плане, что у меня... И рок деятельности какой-то там много появляется. Да, и в медицинской этой истории. И музыка там другая. И некоторые люди в моей жизни появляются совершенно. Да, с которыми я общаюсь. Вот. Мне все это очень нравится. Много надежды дает. Мы будем закругляться. И напоследок. От Валентины Кузнецовой. Спасибо, которая благодарит за концерт. Она была сестрой. Концерт прошел на ура. Спасибо еще раз за замечательное шоу. Спасибо. Спасибо большое. Мы действительно... Спасибо, что были с нами. Спасибо за вопросы. Ставьте тебе спасибо за ответы. Да. Всего доброго. Приходите на концерт. Пока.